Сложная политическая и экономическая обстановка уже отражается на жизни многих, в том числе и молодого поколения страны. Особенно это ощущают студенты. Вопрос о выборе профессии стоит остро. Как не прогадать и вообще заработать хоть какую-то копейку? Об этом мы сегодня поговорим с директором Института кадровых технологий Евгенией Сорокиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то сегодня топ профессий? И что это за профессии? Топ профессий востребованных. Он держится уже лет 10 неизменно и открывает этот список IT-специалисты. Все, что касается разработки программных обеспечений, все, что касается работы автоматизированных систем программного обеспечения, все это очень востребовано, потому что идет направление такое государственное, автоматизация процессов. Для чего это делается? Для того, чтобы сократить затраты. Сколько много бумажной работы. Можно это автоматизировать. И в результате мы, конечно, получаем, что бухгалтерия, например, бухгалтер, раньше сильно востребованная профессия, сейчас начинает уходить на задний план. Их начинают объединять с кадровиками. Кто кроме IT? Кроме IT, это, конечно же, медицина. Дальше у нас будут, как ни странно, но это по моим ощущениям, педагоги для детей. Для маленьких, то есть это детский сад? Для маленьких, это детский сад, да. Это воспитатели, это старшие воспитатели, это нянечки. То есть спрос больше, чем в школе? Медицинские работники. Ну, не сравнивала. В школе, видимо, тоже есть свои задачи. И здесь тоже вопрос идет на автоматизацию, чтобы часть обучения переводить в онлайн. Востребована рабочая профессия. Это абсолютно точно, абсолютно однозначно. Везде нужны сварщики, рабочие профессии, прям рабочие. Сварщики, токари, слесари. Потому что еще многие производственные процессы не автоматизированы до такой степени, что там не нужен человек. И сейчас очень большой дефицит. Вот я преподаю на президентской программе подготовки управленческих кадров. И у меня в этот раз были слушатели с тракторного завода. Они говорят, что их средний возраст персонала 50+. И они просто дорожат, просто прям вот не надышатся на своих рабочих, потому что некем заменить. Молодежь не идет на производство. Некем заменить. И поэтому они им даже ежеквартально проводят медосмотры. Я, как сама студентка, хочу, чтобы через год, через два я была уверена в том, что я смогу зарабатывать. Куда теперь студентам нужно поступать? Какой выбор профессии делать? Вот вы знаете, это совершенно не зависит от ситуации в стране, я вам скажу, Анастасия. Потому что человек, вот в выборе профессии очень важно слушать самого себя. Вот это самое главное. Чтобы человеку профессия нравилась. И чтобы он четко понимал, где он хочет работать. Вот когда студент поступает, у него должно быть, должен быть важно ему иметь образ любимой работы. Образ того, где он хочет работать. И тогда все получается. Вот это удивительно. Потому что разным людям интересны разные профессии. Если вот вы выбрали профессию журналиста, я уверена, что все будет с вами в порядке. Потому что если вам работа нравится, вы всегда найдете себе применение. Это прямо из моего личного опыта. Я вам расскажу. У меня две дочери, когда они заканчивали вуз. Я волновалась тоже, как они найдут работу. А они были такие уверенные в себе. Вот я хочу. Только вот на такой уровень заработной оплаты. У меня так думаю, ну ты прямо сразу после вуза и хочешь вот на такой уровень как-то вот сомнения. И представляете, они обе нашли себе работу. А если студент, который не уверен, сомневается, хочет, наверное, даже всего и сразу, берем и таких людей в эту группу, куда посмотреть? Подскажите. Работать. Ну вот сейчас 11-классник, куда бы ему идти? Кому? 11-класснику. Вот он хочет и пойти в вуз, и сейчас выбирают профессии. Какие профессии будут прибыльными через год-два, на ваш взгляд? Что мы можем предположить? Ну вот если студент ищет именно прибыльную работу, именно прибыльную. Денежную, конечно. Денежную. Всем нам нужны деньги. Всем нам нужны деньги. Деньги, они приходят не от вида работы все-таки, а деньги приходят от того, насколько человеку интересна работа. Деньги приходят за профессионализм. Есть некоторые люди, которым плеваете, нравится, не нравится, лишь бы вот 100 тысяч раз в месяц. А это люди, которые любят продавать. Это менеджеры по продажам, прям готовые в любой сфере. А если мы говорим о взрослых людях, у которых дети, семья? Вот куда пойти, например? Сейчас же будет много сокращений. Давайте представим, насколько возрастет сейчас кадровый рынок. То есть, могут заводы закрыться. Да, я посмотрела сейчас динамику, я вам скажу. Вот в центре занятости, например, количество вакансий, количество соискателей один к одному сейчас. А если мы посмотрим на Headhunter, буквально конец прошлого года, количество вакансий было в 4 раза больше, чем соискатели. Представляете? То есть, был острый дефицит сотрудников. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, с тем, что кто-то очень много работал в подработке в интернете, которые не требовали какой-то оплаты. А сейчас, вот кризисное время, конечно, когда неуверенности в завтрашнем дне, людям, конечно, хочется пойти на предприятие, хочется и хочется стабильности. Хочется, чтобы действительно раз в месяц эти 100 тысяч были. Но количество вакансий резко сокращается сейчас, потому что идет просто переформатирование, перезагрузка рынка. Какие-то товары уходят, какие-то появляются новые, новые производства, причем активно финансируются государством. И поэтому рабочие профессии, они будут востребованы. Они будут востребованы. Водители все равно еще какое-то время будут востребованы. Хотя в интернете там пишут, что водители – это умирающая профессия, но, может быть, она будет умирать еще лет 20. Ставка идет все-таки на… Ну, это мои предположения. Вот это мои предположения, может быть, они не обоснованы, но все-таки очень много финансируется малого бизнеса. Да, их сейчас поддерживают. Поддерживают, да, пекарни. То есть все, что нужно людям в доступном варианте. Частные садики, пекарни, парикмахерские. То есть любые виды. Доставка, доставка. Доставка. Доставка – очень популярная тема, потому что маркетплейсы развиваются, но они же не автоматизированы. Фасовщики – это ручная работа. И я не думаю, что как-то есть задача, чтобы люди зарабатывали больше. Это задача у людей. К молодежи как раз очень много претензий, что они не хотят работать, они не знают, что такое системная работа. Это я часто от работодателей слышу и говорят, когда с подбором обращаются, говорят, ой, пожалуйста, нам вот этих вот сразу после вуза не надо. Пусть они немножко помучаются. А где мучаются-то, если нас никуда никто не хочет брать? О чем и речь, о чем и речь. Надо искать компании, где все-таки молодежь обучают. И это, как ни странно, у нас, вот для нашего города особенно, это колл-центры. Работать оператором было возможно во время дистанта. Потому что сегодня студент очной формы не пойдет работать в колл-центр. Это все-таки работа полного дня. Да, да. Есть подработки. Есть подработки, надо смотреть. Я до того, как попасть, например, на телеканал ТОЛК, год искала работу, потому что училась на втором курсе. И как только слышали, что вы с очного отделения вешали трубку тут же. Это да, это да. Выбора в Барнауле практически нет. Почему работодатель все-таки не хочет работать со студентом? У них просто даже нет понимания систем адаптации, что это такое. Первичного обучения. Нет этого. И поэтому здесь, может быть, стоит все-таки искать работу в крупной компании. Когда есть уже опыт именно в крупной компании. Там есть алгоритмы, там есть регламенты. И молодой человек получает навыки. Я хочу вам сказать, вот политика такая, что мы на производство будем выбирать топ-менеджмент тех представителей, тех людей, которые прошли весь путь от рабочей специальности и до позиции директора. То есть знают все производство по вертикали. Это очень важно на самом деле, потому что сейчас мне приходится много консалтингом заниматься. Я смотрю в крупных компаниях, когда приходят менеджеры, минагеры их так называют, общей подготовки и не знают специфики производства. Ну, здесь очень много ошибок, очень много нареканий. И управлять таким сложным предприятием большим нам нужно все-таки, имея подготовку техническую и имея опыт. Я вам профессию, а вы мне умрет, не умрет. Почтальон умрет. Да, возможно, умирает. Заводы будут сокращать численность работников? Нет. Заводы, я думаю, здесь зависит от направления работы. Работники банка? Работники банка. Там может быть просто переструктурирование. Сокращение ожидается? Оно не сокращение, оно может быть, скорее всего, снижение квалификации, скажем так. Это как понимаете снижение квалификации? Ну, когда человек просто оператор, просто вводит данные. Хорошо. Кто будет вас требован? Айти. Айти. Врачи. Врачи. Педагоги. Я благодарю вас за интервью и хочу сказать спасибо. Ну, и напомню, что в нашей студии была Евгения Сорокина, директор Института кадровых технологий. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует...